АЛТАИ 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 Экспедиции организуют вузы для практики студентов-историков. Еще музеи разрабатывают свои темы. В последнее время появился еще один источник. С одной стороны, сейчас идут гранты на экспедиции. Ну, их порой очень сложно получить. То есть, если есть какое-то еще софинансирование, то тогда копать намного легче, чем просто все расходы на раскопки возлагаются на вуз или на какую-то конкретную организацию. Сергей Ситников – специалист по бронзовому веку. В этом году он вместе с Сергеем Запрутским по президентскому гранту работал в Ребрихинском районе. Этот грант предполагает создание новых экспозиций в нашем районном музее, посвященных именно археологии. Исключение из правила – аварийные раскопки. Все древние находки являются памятниками федерального значения. В краях защищает специальное ведомство – НПЦ «Наследие». Сейчас в Алтайском крае известно около трех с половиной тысяч памятников. И каждый год выявляется все новое. Вот здесь вот располагаются памятники городища, Бийские городища. Здесь организован был отстойник. И вот сейчас отстойник вот в этот сливаются отходы. У этих археологов работы всегда много. Вот дорожники срезали бульдозером место жертвоприношения с могилой. Вот крестьяне распахали древнее поселение. Специалисты Бийского краеведческого музея стараются предугадать. Копируют наскальные рисунки вдоль трассы газопровода в Китай. Ученый Борис Кадиков вот так на специальной бумаге сохранил копии древних рисунков со взорванной алтарной стены из урочища Колбакташ и уничтоженную белькирским землетрясением Козелджарскую наскальную живопись. Теперь это единственные дошедшие до нас свидетельства жизни ушедших в небытие древних народов. Субтитры создавал DimaTorzok